Служба как работа. В Ненецком округе продолжается набор молодых людей, желающих пройти службу по контракту. В этом году контрактниками решили стать 17 человек. Они уже отправились к местам службы. Еще один проходит медкомиссию в Наринмаре. Для прохождения службы по контракту будущим военнослужащим в окружном военкомате помогает собрать необходимый пакет документов, пройти медицинскую комиссию. После этого кандидаты отправляются в Архангельск, в пункт набора на военную службу по контракту, где вновь проходит медицинское освидетельствование. В основном ребята идут служить в войсковые части по месту жительства. Естественно, направляются ребята, которые служили, то есть демобилизованы служебных сил. Кроме того, на контракту могут поступать у нас и офицеры запаса. Но с офицерами запаса история чуть по-другому выглядит. В общем-то, с подготовки документов они занимаются самостоятельно. Ознакомиться со списком открытых воинских должностей можно в военкомате или в центре занятости населения. Сейчас Министерство обороны России ведет набор рядовых сержантов запаса. Они могут отправиться на службу в войсковую часть 38-643 Мурманской области поселка Светлый. Кандидатам предъявляют следующие требования. Возраст до 30 лет. Отсутствие судимости, в том числе ближайших родственников. Отсутствие родственников, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Категория годности по здоровью А. Среднее полное образование также выше. Справка из наркодиспансера. Предпочтительно прохождение военной службы по призыву ВДВ, морской пехоте, частях специального назначения, разведывательных подразделениях. Обязательное условие для демобилизованных – это наличие среднего образования и служба в вооруженных силах. Но есть исключения. Так, например, для молодых людей, которые имеют высшее образование, не предъявляются требования по воинской службе. Вернуться к армейской жизни могут и офицеры запаса. Министерство обороны открыло набор для этой категории в войсковую часть 62-551 Улан-Удэ-50. Требования к кандидатам. Отсутствие судимости, в том числе ближайших родственников. Отсутствие родственников, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Категория годности по здоровью А. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...